Лето прошло, наступает пора, когда нужно делать запасы на долгую северную зиму. Сейчас практически на всех кухнях страны консервируют огурцы, помидоры и делают все возможные заготовки из овощей. Особенно приятно зимой открыть банку душистого леча и вспомнить теплое время года. Этим летом погода действительно постаралась и подарила югорчанам небывалый урожай. О последствиях расскажет Михаил Кичигин. Погода в этом году особенно порадовала югорских дачников. По их словам, грядки просто ломились от изобилия. На это повлияли благоприятные погодные условия. Дождливые первые два месяца лета и по-тропически жаркий август. Запасов должно хватить на всю зиму, тем более, что урожай отменный. Четыре сотки земли, правда, именно с ней Галине Алимовой не очень повезло. Почва влажная и глинистая. Но азарт дачницы позволил вырастить урожай даже в таких условиях. Ящиками собирала помидоры, огурцы, кабачки. На северной почве прижились даже семена перца, которые Галина привезла из Крыма. Удались и другие эксперименты. Первый раз посадила кабачки. Повезет, не повезет, будет урожай или нет. Но, откровенно говоря, в таком шоке. Вот они лезут, и лезут, и лезут. Я никак не могу собрать. Уже раздали родственникам, по соседям, как правило, раздаются. Ну и, соответственно, живности своей. Периодически приходишь к грядке, чтобы пополоть, убрать траву. Но каждый раз натыкаешься на то, что... И опять они растут, опять они лезут. Некоторые овощи Галина уже и не снимает с грядки. Так произошло и с огурцами. Их дачница собирала, солила, мариновала, раздавала знакомым. И все равно много овощей пошло на корм курам. Такая же судьба постигла и экспериментальные кабачки. У Галины их уродилось столько, что теперь овощами на зиму обеспечена не только большая семья, но и друзья с коллегами. А то сказала, всем дала, а Миша не дала. Спасибо. Хороший урожай в этом году не только у дачников. Сельскохозяйственные и фермерские организации тоже могут похвастаться богатым урожаем. В Югре планируют собрать около 4 тонн овощей в промышленных масштабах. Почти половина от этого – картофель. Как отмечают синоптики, на урожайность северной земли повлияли погодные условия. Июнь и июль у нас выдались прохладными и при этом дождливыми. Тогда как август у нас вышел жарким и теплым, с наименьшим количеством осадков. По значительной части территории. И при этом у нас была зафиксирована аномально жаркая погода, так как отклонения были больше 30 градусов. Получается, она у нас была благоприятная, не так было жарко, и при этом не было сухо. И было мало заморозков, конечно. Это и благоприятные условия считаются. Прошедшее лето порадовало югорчан своим теплом. В июне и июле столбики термометров не опускались ниже 20 градусов. А в августе и вовсе несколько недель показывали по-настоящему тропическую температуру. Кстати, тепло еще может вернуться. По данным синоптикам, у югорчан будет бабье лето. А во второй половине сентября уже можно ожидать заморозки. Температура ночью будет опускаться до нуля. Кроме того, синоптики ожидают мокрый снег. Михаил Кичигин, Владимир Дадыко, Антон Ракитин. Специально для программы «Больше чем новости».